коллеги всем привет настало время ежемесячного анализа и прогноза рынка золота уже прошел месяц моего по последнего анализа тем кто первый раз на канале представлюсь меня зовут халеба евгений я 3d финансовый аналитик канал мы посвящен трейдингу и финансовому анализу золото у нас немножко взбодрилась как мы видим в общем-то в предыдущих выпусках я это и прогнозировал занял позиции по и аю это и тф канал анговая по золоту торгуются на арке это америка и у меня были опционные спреды я торгую очень примитивные опционные спреды это бычий либо бычий либо медвежий спред то есть бычий кол либо медвежий путь опционы я не продаю использую в качестве плеча в дополнение к тф к так уж у меня сложилось опытным путем мне это нравится кому интересно по опционам есть видосик в плейлисте опознавательная кстати давайте я оставлю здесь ссылочку подсказку после просмотра этого видео вы сможете посмотреть видео по опционам да есть два мастер-класса ссылки на них под видео на которое я дал ссылочку вводная по опционам всем спасибо кстати за то что проявляете активность на моем канале алгоритмы youtube а нас видят конечно мы немножко запаздываем в расширении канала относительно прошлых месяцев но ничего страшного это обычные циклы которые присутствуют везде в том числе и конечно же в охвате аудитории ну что ж друзья давайте начнем давайте начнем по рынку золота и первая картинка у нас на сегодня это наверное уже так сложилось у нас как традиция да я начинаю с фундаментал фундаментальный анализ я начинаю с базовых детерминантов до базовые базовым детерминантом на мой взгляд рынка золото является денежно-кредитная политика мировых центральных банков и синяя линия на верхней картинке это совокупная денежная масса выраженная в долларах выраженная в долларах по текущему курсу данные на февраль месяц потому что данные запаздывают по денежной массе но тем не менее мы видим да какая хорошая корреляция у нас есть и на мой взгляд это базовый детерминант который предопределяет котировки золота но на самом деле мы все должны понимать что золото это звердая валюта да и так или иначе центральные банки расширяя денежную массу при прибегают к покупкам золота что в общем то мы видели на протяжении по последних двух-трех лет на сегодняшний день кстати банки немножко распродаются но там идет данные квартальные поэтому последние данные на четвертый квартал двадцатого года я этот показатель обозревал предыдущих видео поэтому не стал его включать в это видео но тем не менее давайте вернемся что у нас есть по монетарной политике мы знаем что центральные банки продолжают расширять денежно-кредитную политику и пока что сворачивать ее не собираются первые шажочки кстати в сворачивании дкп проявил банк китая и банки развитые развивающихся стран украина россия и так далее кстати россия у нас завтра выходит заседание центрального банка россии посмотрим что скажет также вчера немножко сократил qe банк канады с 4 миллиардов долларов до трех в неделю и продолжается это связано с более высокими темпами расширения экономики чем прогнозировалась в прошлом году и на мой взгляд это звоночек для аналогичного действия фрс почему потому что америка и канада это очень связанные страны связанные плотно экономический и поэтому согласованное действие денежно монетарных властей стоит ожидать да то есть я думаю что фрс тоже при прибегнет к небольшому сокращению и уже на ближайшем заседании и по идее это должно сильно поддержать доллар но у нас еще какое-то время есть надо посмотреть наверное на следующей неделе либо наверное да на следующей неделе но я не знаю расписание заседаний фрс надо посмотреть кому кстати интересно я веду канал телеграмме там я кстати в понедельник по публикую постик с премиями за риск как они изменились на на предыдущей неделе и в нем я пишу вот кстати что ждет из важного внутри недели по новостям вот что касается денежной массы мы видим до что накопилось дивергенция до замедление роста день денежной массы хотят года году также идет прирост но мы знаем что с марта месяца у нас начнется резкое снижение из-за вы из-за высокой базы прошлого года двадцатого да то есть и вот буквально вот до лета будет такой резкий спад этого показателя что в общем то придет вот к сайк согласованному действию до . согласованному снижению скажем тогда вместе с золотом но на мой взгляд так или иначе линейно рост будет продолжен и на мой взгляд опять-таки я думаю что будет это будет продолжать оказывать долгосрочную поддержку котировкам золота ну на например как это было вот в 2011 12 годах да то есть высокие показатели даже когда вышли на на полочку до по денежной массе все равно рынок золота оставался продолжал иметь поддержку так далее идем это тоже бах показатели из монетарной политики денежно-кредитной политики ведущих стран синяя линия это кредитный цикл связан он с денежными мультипликаторами то есть это это среднее значение денежных мультипликаторов развитых странах перевернуты показатели мы видим что ситуация с кредитным циклом улучшается то есть кредитные условия очень хорошие в мире оси на сегодняшний день и это связано с низкой процентной ставкой тоже черная линия нанесена она тоже инверсионно то есть она на наличие да то есть она пи она перед перевернутая для наглядности этих процессов ну и в общем-то эти процессы поддерживают котировки золота так было в 2008 году так было в 2019 году тоже эти все процессы были запущены вот как раз таки вот в 2019 тогда когда начали снижать ставочку фрс и вслед за ними банк канады банк или брия великобритания остальные все имели так низкие ставки вот поэтому на сегодняшний день кредитный цикл говорит о том что рынок золота также будет продолжать расти но это то что имеем мы на сегодня да да долгосрочно надо об этом всем еще раз взвешивать я думаю что долгосрочный прогноз я буду делать уже в следующих выпусках почему потому что давайте об этом в конце видео то есть на сегодняшний день с точки зрения монетарной политики у нас есть неплохая поддержка для как для рынка золота и вот еще один момент средняя реальная ставка по развитым странам синяя линия перевернутый показатель до для наглядности для наглядности корреляции да он более волатильный конечно чем котировки золота потому что вступает в силу снижение повышения цикла роста и снижение ставок то есть циклы денежно-кредитной политики тем не менее на сегодняшний день резкое снижение то есть у нас здесь рост но это снижение реальной процентной ставки в марте месяце почему потому что у нас пошла высокая низкая база прошлого года и годовая инфляция начала резко расти в штатах в канаде мы кстати не наблюдаем годовой инфляции резкой великобритании в японии и с вот тем не менее резкий рост этого показателя на мой взгляд как раз таки и оказывает поддержку это то что я ожидал и говорил в прошлых выпусках что инфляция будет расти это поддержит локально котировки золота но если мы говорим о долгосрочной перспективе то надо понимать что как утверждают центральные банки рост инфляции связан с низкой базы прошлого года и в ней приведет долгосрочно устойчивому росту уровня цен поэтому скорее всего это будет локальный эффект но посмотрим пока что мы имеем неплохую поддержку с точки зрения реальных процентных ставок это именно та связь с уровнем инфляция которая часто говорят в сми дело не просто в инфляции а дело в реальной доходности теперь переходим ко второму такому важному блогу с детерминирующими показателями фундаментальными рынка золота это золото любит риски да мы должны понимать что золото когда на наступает рисков либо на напряжение на международной арене да то есть это конечно поддерживает котировки золото почему потому что это защитный актив синяя линия это это индекс экономической неопределенности да то есть мы мы понимаем что в пик пандемии у нас было был максимум по неопределенности экономической это поддерживало котировки золота и на сегодняшний день этот показатель сильно упал почему потому что у нас пока что третья волна пандемии данные на март кстати третья волна пандемии у нас не учитывается пока что рынком на мой взгляд рынок пока недооценивает эти события мы видим как сильно растет показатель новых новых заболевших да то есть мы на новом историческом максимуме вот в цикле этого этой пандемии поэтому я думаю что риски которые еще не заложены это но еще будут учитываться в будущем мы видим проблемы в индии в японии япония обдумывает локдаун индия обдумывает локдаун у нас в европе проблемы хотя некоторые страны снимают локдауна лучше всех дела великобритании америки потому что они эффективно используют вакцинацию ну вот я думаю что также мы видим до накал страстей между китаем и америкой америка и россия тоже важно также мы мы видим накал страстей на ближнем востоке но там скорее всего дело ближется к разрядке то есть снимут санкции с ирана иран вступит в мегатек уже сомнению рынка это не вызывает рынок пока что сомневается рынок пока что не верит в то что это будет быстро да то есть мы видим что котировки нефти только начали снижаться то есть на начали просить уже это событие почему потому что там обсуждения ускоряются то есть там идет очень такой интенсивные процессы там через день устраиваются встречи есть несколько предложений со стороны ирана америка рассматривает уже снятие частичных санкций для того чтобы подтолкнуть ирана к действию ну то есть там идут эти процессы вот поэтому на мой взгляд вот этот показатель должен бы подрасти почему потому что я упомяну что вот третья волна пандемии пока что рынком еще не учитывается очень сильно напоминает кстати к начало прошлого года тогда когда пандемия уже расширялась с и 500 к примеру переписывал исторические максимумы вот так тогда вот это вот сентябрь вот январь месяц уже пошел риск а тогда снт 500 еще его не учитывала котировки золота начали тогда продолжили свой интенсивный рост вот что касается защитных активов до десятилетней облигации доходность десятилетних облигаций умноженная на минус единицу то есть опять таки инверсионно для наглядности процесса конечно же у нас есть защитный класс активов которая входит 3 10 летняя до в которой входит золото иена и франки мы видим что иена и франк растут и мы видим что начинает снижаться доходность у нас здесь рост но это снижение начинает снижаться до доходность то есть цены на облигации начинают расти появился спрос и это тоже должно поддержать котировки рынка золота и на мой взгляд этот процесс тоже вот подтверждает тот факт что мы входим в цикл рисков я думаю что в разрезе месяца те кто смотрят мои воскресные видео там есть блок оценка риска и вот я считаю что в разрезе месяца наступит рисков и вот это уже сейчас просится на защиту защитным активом рост как котировок золота иены франка и начали расти цены на десятилетки что снижает их доходность далее экспорт со швейцарии почему швейцария сегодня у меня был пост в телеграме потому что швейцария крупнейший центр афинажа до очистки золота и спро и экспорт со швейцарии примерно равняется спросу да то есть около 7 70 процентов все все очистки проходят именно в швейцарии поэтому чем больше экспорт тем это означает тем выше спрос часто смотрят показатели экспорта именно в великобританию но я решил смотреть на широкий рынок почему потому что не менее важен час китай индия да то есть те страны тоже так же много фондов находится в америке которые вкладываются как физически так и в финансовый рынок золота поэтому я я смотрю более широко у нас в марте месяце произошел с такой крупный рост котиров объема объема круг крупный рост объемов экспорта со швейцарии тем более относительно прошлого года а показатель нанесем в динамике от года года году у нас был низкая база была то есть это еще более усилила рост и годовые темпы роста этого показателя но тем не менее вы обратите внимание что примерно так же само было 2011-12 годах тогда тоже как показатель экспорта резко упал ну не так как сейчас какая конечно резко но тем не менее было резкое падение снижение котировок золота и потом пошел рост показателя и вместе с ростом небольшим ростом котировок золота которые вот даже дошли к максимумам да вот серая область это ли линейный показатель на красная эта динамика от года к году вот и сейчас на мой взгляд примерно такая же картина то есть стоит ожидать возвращения котировок максимум к максимумам на фоне эскалации да вот в на международной арене и на фоне усложнений хида вот с третьей волной пандемии вот ну и спрос предложения то есть это экспорт импорт в в швейцарии тоже видим до что спрос ниже предложения то есть поступает в швейцарию то есть она импортирует больше чем экспортируют то есть у нас это говорит о том что у нас предложение превалирует над спросом продолжает превалировать и обратите внимание что пике рынка приходились на пике этого значения да то есть то что спрос превалировал над предложением пока этого не происходит поэтому посмотрим то есть рынок с точки зрения вот этих потоков он вряд ли перепишет экстремумы да по по золоту но шанс его для роста локально у нас имеются вот что любопытно цены в китае и индии находятся выше мировых при этом вы обратите внимание что и у индусов пошел рост цен видимо это связано стоить той неопределенностью которая породила третья волна пандемии да в в индии в индии там сумасшедшие пике там забиты койки антисанитария же естественно поэтому пошел спрос на золото в индии наверное как на защитный актив вряд ли это обусловлено свадьбами тогда в так в такое время как когда в принципе их нельзя проводить и в китае тоже есть рост но вот в китае на мой взгляд рос спроса на золото связан с позитивными факторами а в индии с негативными тем не менее в двух этих странах есть спрос на золото это крупные импортеры золота и стоит еще уточнить что китай открыл границы для импорта золота что также ну это должно сгладить цены да вот и цены по идее должны подтянуться к уровням цен на золото в китае потоки в тф да в мировые тф мировые фонды потом как вы поняли мы переходим уже на потоки да то есть на оценку потоков на рынке золота обратите внимание что потоки на на по на позапрошлую неделю лак здесь по-моему две недели на позапрошлую неделю оставались отрицательными то есть сокращаются вклады снова таки да то есть идет снижение потоков в рынок золота что на самом деле не очень хорошо и это уже продолжается достаточно длительное время без каких-либо просветов да то есть идут оттоки с рынка золота постоянно но я думаю что так или иначе с ростом риска в эти потоки должно увеличиться но опять таки с точки зрения вот текущей ситуации это крайне негативный фактор который не при не располагает к тому чтобы золото продолжила бычий тренд и тот рост который мы наблюдаем и который я оцениваю он скорее всего связан с локальными факторами и имеет какие-то вот средний краткосрочные перспективы да то есть внутри этого года потоки на рынке комикс это фьючи да это срочный рынок основные участники это конечно промышленники да и дилеры но тем не менее фонды тоже участвуют потому что чирят фондов вкладывается именно финансовый рынок мы видим что открытый интерес на комиксе да очень небольшой и он сокращается вы мы гораздо ниже годовой средней мы уже примерно на уровнях там 2018-19 годов то есть на самом деле слабость рынка на лицо и обратите внимание что такое же было в цикле 2010-2012 годов тоже котировки были на максимуме потом пошел по пошло пошло снижение и потом вот на пике когда котировки пытались вернуться к максимумам то есть был но какой-то прилив да поэтому вот скорее всего такое же будет продолжаться происходить да то есть повторение этого цикла плюс-минус открытая позиция соты это открытый интерес чистая спекулятивная позиция это у нас чистая спекулятивная позиция мы видим нанесена синей линии мы видим что она продолжает сокращаться но пока еще гораздо выше чем 2019 мне бы хотелось бы ее здесь увидеть но в общем то это не обязательно да то есть я думаю что вполне возможно мы увидим разворот этого цикла ну конечно же для этого нужно чтобы рынок испугался рисков и начал покупать фьючерсы вот эти два показателя в принципе 3 да вот последние 33 показателя связанные с потоками на финансовом рынке то есть мы видим что физический рынок чувствует себя хорошо да то есть 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 у нас экспорт со швейцарии есть у нас детерминанты которые оказывают поддержку сигнализируют о поддержке золота золота с точки зрения рисков с точки зрения монетарной политики с точки зрения инфляции все окей но потоки у нас очень слабые поэтому на мой взгляд текущий рост который мы наблюдаем и который нас ждет он на данный момент не сулит нам ничего хорошего в плане там переха и дальнейшего роста там на новые исторические максимумы да то есть я думаю что это но носят локальный характер и мы посмотрим сейчас это все на тех анализе с точки зрения кривой и фьючерсной кривой синяя линия это обратный спред по фьючерсной кривой да мы видим что нету поддержки у котировок золота спред остается крайне слабым крайне слабым плоская динамика против того что у нас растет фьючерс но тем не менее у нас и фьючерс ныряла в начале марта до против того что мы не увидели нырка в по этой кривой то есть в общем то эти котировки на данный момент просто восстановились до этого до вот этого вот пролива который мы наблюдали месяц назад вот то есть это тоже пока что говорит что котировки только выходят в бычий рынок и пока что нету ни прилива в и тф ки не прилива во фьючерсы не рост открытого интереса данная на фьючерсном рынке то здесь то здесь этот показатель также указывает что рынок все еще остается слабым с точки зрения сезонности мы видим что с марта по и июне боковая динамика потом снижение котировок до августа и потом рост до октября и дальше до начала следующего года то есть в общем то до июня у нас есть время вот по порасти в рамку в рамках того роста который мы наблюдаем но потом скорее всего наступит коррекционная фаза которая продлится до августа то есть летом у нас будет коррекция у нас у быков есть текущий месяц ну там вот буквально там три от двух трех недель до месяца для того чтобы закончить тот рост который мы наблюдаем с точки зрения мы уже переходим на техническую картину с точки зрения показатели отклонения от среднего кстати в плейлисте в моем познавательные есть мастер-класс по расчету отклонения среднего в excel работа в excel для практикующих трейдеров будет полезна в целом плейлист познавательный очень полезен для нам на мой взгляд для практикующих трейдеров там Там есть много мастер-классов разнообразных, оценка рынка нефти, как оценивают нефть, работа с финансовой математикой, опционы. Кому интересно, посмотрите, не пожалеете, думаю. С точки зрения отклонения от средней, здесь отклонения взяты именно в Excel, то есть это просто среднее значение, 200-дневное, то есть это годовое среднее и отклонение нанесено синей линией от этого. То есть это оценка экспонента, по сути. Вот мы видим, что мы были на значимых лаях с 2014 года, отскочили от них и сейчас начинаем подрастать. То есть мы даже не вышли к среднему значению, что также указывает на локальную слабость рынка. Рынок только выходит в бычий рынок. С точки зрения технической картины мы подошли к медиане, на недельном графике мы подошли к медиане канала Боллинжера. Здесь важный показатель, потому что после пробоя мы вот втянулись, то есть у нас была попытка пробить канал Боллинжера, но мы внутри недели втянулись. И это говорит о том, что он имеет значение, потом мы еще раз в него бились, это уже третье касание. Если мы проходим Боллинжера, то у нас открывается путь к 920, к верхней границе, это по правилам этого индикатора. Кстати, в плейлисте «Познавательное» есть мастер-класс по работе с каналом Боллинжера. Вот, он мне очень нравится, этот канал, поскольку я считаю, что финматематика и теория мат-статистики, теория вероятности, она очень неплохо помогает оценивать финансовые рынки. Вот, ну, здесь же у нас будет еще препятствие на 880 в виде верхней границы того фрактального канала, понижающегося, да, который уже действует у нас с августа месяца прошлого года. То есть, с точки зрения Боллинжера мы упираемся в очень значимый уровень и, возможно, мы его с наскока не пройдем. На дневках мы продолжаем двигаться в восходящем локальном фрактальном канале и верхняя граница его приходится на 1820. Мы пробили годовую среднюю, здесь она экспоненциальная, да, то есть она сглаженная, поэтому здесь мы уже ее пробили, а если брать обычную среднюю, да, обычное среднее значение, среднегодовое, которое было на картинке с отклонениями от среднего, вот здесь мы проходим, потому что это экспоненциальное значение, да, оно сглаженное и предыдущие, и более близкие данные, они более актуальны, то есть есть какие-то веса. Вот, здесь, да, вот светит 3820 по этому показателю, на 800 значимый уровень здесь есть такой хайочек, да, небольшой. И обратите внимание, что мы прошли эту среднюю, да, мы раз, два, три, трижды в нее бились, потом пробились, отестили. То есть это очень важный динамический уровень спроса и предложения, да, то есть выше этого уровня вступают в силу уже спекулянты. Поэтому вот, на мой взгляд, кстати, это последняя картинка, на мой взгляд, вот, если мы уверенно закрепимся выше этих уровней, то появится спрос, появится спрос на финансовые активы, на фьючерсы, и мы должны увидеть рост этого интереса на фьючерсах, на комиксе, увидим рост чистой спекулятивной позиции и увидим приток активов, приток денег в фонды, да, объемов. Вот, ну что ж, друзья, это и все, что я хотел вам сказать по золоту, давайте подытожим. Долгосрочно пока что брать я не берусь, выносить суждения, почему? Потому что пока что мало данных для этого всего дела. Я считаю, что долгосрочно мы не обновим максимумы, то есть мы примерно повторим цикл 2011-2012 годов, и этот рост, ну, примерно остановится, вот как мы уже увидели, оценили, да, и с точки зрения Боллинджера на недельках на уровне 1920. Если брать более локальное значение, то, на мой взгляд, цикл роста, который вот я ожидаю, и который я уже играю, он только запускается. У нас остаются показатели крайне слабенькие, у нас нету поддержки у рынка, поэтому нужно быть на текущих уровнях уже крайне осторожными, и я считаю, что до 1820 поддержать еще можно позиции, но дальше, скорее всего, последует коррекция. Вот, но с продолжением дальнейшего роста в область 920. Вот продолжение роста под вопросом, почему? Потому что, я имею в виду, под вопросом в ближайшее время, почему? Потому что мы видим по сезонности, что до августа месяца у нас кайкотировки остаются под давлением, поэтому мы можем войти там в двухмесячный цикл коррекции, затяжной и неприятный. Вот, но это мы уже будем оценивать в следующих выпусках. Потому что для этого пока нету точек. Для начала нам нужно закончить ту волну роста, которую мы имеем. На мой взгляд, она закончится в области 820. С возможным проколом, конечно же. Но я лично буду крыться примерно там. Вот, долгосрочно мы оценим в дальнейших выпусках, что нас ждет по рынку золота. Пока, да, еще раз напомню, пока я считаю, что это бесперспективно для золота. Почему? Потому что, все-таки, на мой взгляд, денежно-кредитная политика будет ужесточаться. И это будет, конечно, прайситься и по золоту в том числе. Вот. Ну, это уже спойлер будущих выпусков. Друзья, всем спасибо за внимание, за вашу активность, подписки. Подписывайтесь на мой канал Телеграм. Там это все я транслирую в реальном времени. Да, то есть это все более оперативно публикуется. Думаю, практикующим трейдерам он помогает. Также приглашаю посмотреть, да, мои видео. Познавательное видео в плейлисте «Познавательное» для практикующих трейдеров. Вы найдете там много чего интересного есть, на мой взгляд. Всем спасибо за внимание. До встречи на рынках. Пока. Субтитры подогнал «Симон»